может мы присоединимся к вам насколько нам нужно оставлять на нижней челюсти он будет опекально в области слизистой ниже макогенгивальной границы это может вызвать рубец только в том случае если вы недостаточно мобилизовались там и у вас будет натяжение тогда это может вызвать рубец да лучше мобилизованы лоскутем вы надежнее его пришьете чем вы надежнее его блеск у шлете у вас меньше натяжением будет мобилизация тоже скальпель делается а чем еще можно мобилизацию сделать а как это можно вы мне покажете завтра я очень хочу посмотреть я хочу два метода завтра увидеть распатером рассечения мышц и распатером мобилизацию что такое келетажная ложка лукаса я не знаю что это но если она у вас заточена отдельно и она как скальпель то ей можно конечно я не знаю как в магазине нет мобилизацию можно сделать только скальпелем а почему вы скальпели боитесь ну ладно завтра будем работать с этим осложнениями фобиями открываете глаза смотрите в рану берете пинцет опускаете лоскут заводить скальпель и вы должны видеть сквозь слизистую брюшко скальпеля вся мобилизация ваша вы должны слизистую отслоить от мышц от всех делается это только острым методом к сожалению нет никаким другим вариантов нету больше железно нет не обсуждаемое вообще какими-то критами никакими это не сделаешь итак мы закончили с вами устранение всяческих одиночных рецессий теперь у нас с вами впереди ждет множественные рецессии мы поговорим сначала вот о чем множественные рецессии дисне процесс генерализованный атрофический и связан с фенотипии наших пациентов либо с наличием у них ортодонтического лечения уже имеющегося да или закон оконченного да поэтому мы работаем при устранении множественных рецессий уже немножко в другой плоскости потенциала организма у пациента мы должны это учитывать выбирая методики и не ходя там по лезвию нигде то есть такая для каждого пациента нужно выбрать оптимальный метод чтобы он был максимально надежным в его случае мы сегодня рассмотрим с вами ротированный лоскут за келес антикс тоннельный метод и метод виста это три основных базовых методики которые отвечают за устранение множественных рецессий дисне тоннельные методы вы можете также применять при имплантологическом лечении до в области рецессии или увеличение прикрепления дисне но а висты и ротированный лоскут это конкретно методы разработанные для зубов начнем мы с моего любимого ротированного лоскута показания 1 2 класс рецессии по миллером множественных рецессий также можно делать и 3 класс но с учетом того что вы оговариваете с пациентом что в связи с тем что у него недостаточность высота сосочка в его случае результат не будет сто процентом при закрытии рецессии это схема для выбора методов но их так не так много да как при вариантов при устранении одиночных рецессий где можно поиграть с разными методиками покомбинировать здесь как бы все достаточно односложно и просто по сути если сосочки на 3 4 класс такое очень часто бывает когда у нас 3 4 класс рецессии а сами рецессии не глубокие обращали внимание да такой хронический атрофический процесс вот он идет 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 не воспаление ничего нет это постепенно вот такая вот в основном уголь больше происходит в области сосочка а рецессии все плюс минус там до 4 миллиметров они присутствуют в этом случае мы никогда не выберем ротированный лоскут потому что у него просто не к чему нечего сопоставлять ни с чем все остальное плюс-минус можно им оперировать и конечно на мой взгляд все таки это операция выбора для верхней челюсти хотя я делала ее и на нижней челюсти и делаю есть пациенты которым она подходит показана на верхней челюсти нам более сопоставима ну и как я уже сказала даже 34 класс рецессии я бы не рисковала делать ротированный лоскутом только потому что есть более надежные методы которыми можем лучше управлять чем вот этой методикой именно в этой клинической ситуации говорю еще раз множественные рецессии мы работаем уже принципиально другом биотипе мы поработаем в принципиально других условиях потенциальных и это в общем будет сказываться на наших не таких не рискованных выборах да то есть здесь мы в сторону надежности будем уходить и так дизайн измеряем глубину рецессии десны откладываем ее от вершины анатомического сосочка ставим эту точку это является вершиной хирургического сосочка формируем лоскут деэпитализируем анатомический сосочек обрабатываем поверхность корня мобилизуем слизно-косичный лоскут фиксируем пластический материал и потом фиксируем слизно-косичный лоскут все в принципе ясно понятно метод повторяющий корональное смещение но с небольшими своими особенностями я специально для вас вот прямо к этому курсу совсем недавно сделала фото протокол пошаговый прямо на пациентке чтобы показать как вот прямо во рту выполняется этот метод потому что к сожалению на слайдах как-то не всем понятно или не не у всех вот этот перенос до работает мы сейчас вот здесь повторим а потом еще раз я уже на по слайдово покажу на фотографиях просто клинических как вот мы специально с они стояли и каждый этап шаг мой фотографировали мы выбираем в этом методе центральный зуб классический он является клыком но если например рецессия в области первого премоляра или бокового лица у вас выше чем рецессия в области клыка такой редко но иногда случается мы тогда устраняем выбираем вот это либо этот зуб либо этот зуб центральным но классика все-таки которая придумана сам метод это центральный зуб клык измеряем глубину лицессии откладываем ее от вершины анатомического сосочка в сторону основания сосочка с двух сторон а максимально это будет является начальной точкой хирургического сосочка обращу ваше внимание на верхней челюсти при ротированном лоскуте вертикальных разрезов нет для того чтобы москута обеспечить мобильность мы добавляем плюс один зуб с каждой стороны дальше мы измеряем глубину лицессия дистального зуба откладываем ее опять же от вершины анатомического сосочка в сторону основания ставим точку это начало хирургического сосочка то же самое дело с медиальным зубом таким же образом ставим точку и с более медиальным еще раз по максимальную сторону уходим и препарируем еще один плюс один зуб и теперь мы начинаем веерообразным движением в сторону центрального зуба от дистальных зубов и от медиальных стороны центрального зуба соединять точку вершины зенита рецессии с точкой хирургического сосочка мы это делаем скальпелем рассекая вот таким вот образом сосочек но не на всю его длину для того чтобы здесь можно было детализировать здесь расщепить потом мы начинаем потихонечку сулькулярный разрез отслаивая расщепляя межзубное пространство и формируя полнослойный лоскут если это возможно у нас по биотипу если мы работаем тонком биотип мы этого не делаем мы делаем полнослойный лоскут везде полнослойный расщепленный все это делается скальпелем доход плюс один зуб доходим до мукогенгивальной границы выполняем мобилизации полнослойный расщепленный мобилизировали до эпитализировали сосочки переместили лоскут коронально завернули сосочки сюда их соединили все и начинаем шивать от центрального зуба двойным сосочком обвивным швом да и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok